Там его в Воронеже, и по бокам прям поля горели, торфянники. А после Воронежа уже прям хорошо стало. Привет, Сукраин, привет! Воронеж, привет! Белгород, привет! Кстати, в Белгороде я не была. Здравствуйте! Хочу в Турцию. И я хочу! Полетели? Может, частный борт? Вот. Костюмчики это с Москвы. Вообще магазин в Орехово-Зуево находится. А так онлайн. 2010 год. Да, да, 2010 точно. Доброй ночи! Привет, Дим! Привет! Как там в Краснодаре дела? Черешню уже всю съели? У меня настроение хорошее, как у вас. Что сегодня интересного делали? Мы сегодня много интересного. Я сегодня готовила блюдо очень вкусное. Смотрели в сторис у меня? Привет! Жуковский, привет! Я, кстати, в Жуковский приезжала много раз. И проезжала, и приезжала. У меня там муж периодически был на аэродроме Жуковском. Работал. Я сегодня приходил в с Ореховом. У меня на аэродроме Жуковского. У меня есть вкусные отiuы. У меня наиболее. Я сегодня я думаю, что это И приходилось, У меня нет. Я не могу. Я ничего не могу. Я не могу. Я не могу. В последнее время я стала любить поднимать волосы наверх. Не знаю. Вот почему, что случилось, не знаю. Ну, люблю в последнее время волосы. А вам не нравится, что ли, или что? Мне кажется, круто. Я в Сочи, мои в Крыму. Черешни нет уже. Ты в Сочи один? А мама с папой где? Добрый вечер. Мне кажется, в Воронеж весь тут собрал. Вот. Баку, привет. Я нет, я не была в Баку, но с удовольствием бы съездила. Мне очень не хочется побывать и в Баку. Очень хочу к вам на марафон. Много об этом читала у вас в комментах. Приходите, напишите мне в директ, я вам расскажу, как попасть. Правда ли Бузова беременна? Понятия не имею. Вам с распущенным, замечательным. Спасибо. Ой, Светланочка, привет. Привет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне может, знаете, как говорит... Для того, чтобы уснуть, надо взять просто словарь, допустим, англо-русский, и поучить слова. И уснешь быстро очень. Петарда. Самая лучшая бабушка. Самая лучшая бабушка. Бабские петарды, это круто. Джинсы, джинсы. Я с вами уже лет сто не меньше. Платье, платье, джинсы, джинсы. Джинсы, я в восторге от вас в джинсах. Привет, Ирочка. Привет, Ирочка. Привет, Марго. Платье. Вам все идет, потому что вы супер-пупер. Спасибо. Платье, юбку, джинсы, платье в юбке, джинсы, шорты. О! Что успокаивает нервы? Прямой эфир на марафоне. Я так хорошо себя там чувствую. Вы украшаете то шоу. Спасибо большое. Серпухов, привет. Ирина Александровна не только с распущенными красивая, еще она очень красотка. Волосы вверх, пучок. Спасибо, Светланочка. Багира Кис, здравствуйте. Какая красивая аватарка у вас. Очень красивая. И Ник классный тоже. Багира Кис. Очень круто. Мне лично вы нравитесь джинсов, брюках, но и платье хорошо, естественно. Прилетайте на Сахалин. Ух ты! На Сахалин, мне кажется, это очень далеко. От Москвы-то, наверное, лететь часов 6-7, да? Крутая бабушка-бабочка. Спасибо. Вы в любом наряде супер. Красоточка наша, зажигалочка. Спасибо, Жень. Спасибо. А эти все необычные уже давно на Кипре. Да. Прям вообще просто. Хочется прям им сказать там... Прям аж противно. Никого не пускают, а им, значит, можно. Ужас. Платье хорошо. Вы такая стройняшка. А что, друзья, вы купили квартиру на Кипре? Где там все вот свет, камеры. Там все такие красивые. Джинсы-кроссы. Не знаю даже. Мне кажется, все-таки что-то должно быть такое. Но даже вот я надела джинсы когда с этими... С бахромой блестящие и блестящие туфли. Это как-то выглядело, по крайней мере, празднично. Ну, так очень. Оля с вами. В любом наряде шикарно. Пожаю вас. Муж... Муж у меня... Муж у меня. 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 ...чип, и это обязаловка. Знакомая с сыном готовит на учебу в Чехию. Не знаю по поводу подкожного чипа, мне кажется, какая-то ерунда, на самом деле. А вот прививки, скорее всего, заставят делать, да. Как уснуть, посмотрите, дом был. Да они там орут, как сумасшедшие. Как ты уснёшь под эти крики? Ирочка, вы великолепны, спасибо. Красиво очень, женщина. Вы ходите к астрологу? Нет. Зачем? Я могу посудить, но поясница, он может что-то поддержать. Фисташки успокаивают нервы. Да, на ночь фисташки наестся, конечно, и ещё, может, пивком запить. Нет, вы что, ни в коем случае. На ночь орехи, это несерьёзно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Надо как-то заставить народ ехать в Крым. Да, я тоже так думаю. Я не против Крыма, конечно. Я была в Крыму, там красиво, всё хорошо. Ну, у меня на Кипре дочь и внуки, и я поэтому, конечно, хотела бы туда. Наденьте брючо. Точно! Вот! Кто это у меня? Зверленочка. Я думаю, что вот, точно, костюм брючный. Супер! Вашему мужу повезло такая же... Я ему тоже, Маргарита, сказала сегодня, что тебе очень сильно со мной повезло. Потому что ходит, мучается, зато... Субтитры создавал DimaTorzok Полтаблеточки под язык и полежи. И где-то через полчасика, измеряя, уже 135, уже меньше, и ему легче стало. И я смотрю, он уснул. Так что пускай поспит. Вот я ему сказала, как тебе повезло. Плохо стало? Я сразу и давление измерила, и таблеточку нашла, и бегом сбегала. Вот, видишь, как хорошо. Он говорит, да, мне с тобой повезло. Ты у меня королева. Джинсы, бухрам мой, хорош. Да, это знаете, я где их купила? У Насти Ковалевой. Помните Настю Ковалеву? Вот, у нее магазинчик свой, Ковалева бренд. Вот, у нее купила. Она мне скидку хорошую сделала. Целых 20%, так что я довольна. Хорошо с вами, но пошла эфир марафона смотреть, получать, так сказать, пищевое воспитание. Красивая жизнь. На сцену однозначно платье будет изящное. Костюм брючный тоже красиво на вас будет смотреться. Простите за вопрос, зачем вы ездите на съемки Дома-2? А я уже отвечала на этот вопрос. Для меня это, знаете, как выход в люди, выход в свет. Я сижу дома, я не работаю. Ну, а куда мне сходить еще? В театр? Я могу сходить, конечно, в театр, но мне вот как-то там все такое уже близкое, родное, потому что я знаю эту кухню, я там сама была 3 года. Я смотрю проект, и мне интересно, мне интересно пообщаться и с теми, кто делает эту передачу, и на ребят посмотреть, и дать советы какие-то. Мне интересно с экспертами пообщаться. Вообще, в принципе, сделать прическу, накраситься, надеть красивый наряд, пофотографироваться. Это классно. Это такое вот интересное времяпрепровождение. Хотя бы иногда вот просто какую-то другую вот жизнь как будто шагнуть. Не только же на огороде сидите, на кухне. Какую таблетку дала? Сейчас я скажу, как она называется. Каптаприл. Каптаприл половиночку дала. У вас всегда образ полный, хоть босиком, хоть тупляк. Спасибо. Ирина незнакомилась со всей вашей семьей, но делала ноготки Оли и была на открытии вашего салона, если помните. Прекрасная, открытая и добрая. Рада знакомству. Привет, Настенька, привет. Вы в Балашихе живете, да? Настя, которая с Олей в одном подъезде живет, правильно? Жила. Оля переехала уже. Про зубы ответ зачет. Спасибо, Багира. Сколько вы весите? 63. Поправилась на килограмм. Было 62. Не имеют права заставлять. Слушайте, ну вот, я не знаю, насчет заставлять, но если вот поставят они, допустим, условия, что вы не можете вылететь за границу, если не поставите прививку, люди начнут делать. Вот поверьте мне, потому что все уже привыкли к свободному перемещению. И мало кто смирится с тем, что вообще никуда не летать. Тем более те, у кого родственники за границей. Ирина Александровна, вы умеете развеселить нас про зубы? Огонь, все правильно. Добрый вечер. Была удивлена, приятно, вашей легкости. Просто супер в джинсах. Спасибо большое. Я с вашими советами спасла много растений. Дрожжи. Да, Олечка, дрожжи вообще шикарные. Там же очень много витаминов. И растение, вот правильно говорят, растет, как на дрожжах. Вот это вот очень хорошая пословица, которую надо запомнить. Растет, как на дрожжах. Почему так говорили, да, в народе? Потому что подкормка из дрожжей дает столько витаминов и сил растениям, что если попробовать одну грядку поливать дрожжами, а другую нет, то вы увидите разницу. Очень быстро увидите. Спасибо вам за энергию, за моральную поддержку на расстоянии. А после прививки проживешь максимум год. Ох, это страшилки такие. Я сама начиталась и, честно говоря, боюсь. Здравствуйте. Спасибо огромное. Моя мама с вами на третьем марафоне. Она так похудела и помолодела. Оксаночка, так приятно. Как маму зовут? Багир и кисть теперь рады стараться. Ну, в смысле рады стараться? Если человек делает комплименты или какой-то подбадривает, это значит старается и лицемерит, что... Я не понимаю, почему у нас люди привыкли, что если злой коммент, то это значит правдорубы. А если хороший коммент, да, приятный, это значит же полизы. Вот я терпеть это не могу. Это такие двойные стандарты. Но каждый из вас, каждый буквально хочет в свою сторону только хорошее слышать. Вот каждый буквально человек. Идите уже отдыхать. Обязательно. Здравствуйте. Расскажите, как похудели. Расскажите, как похудели. Расскажите, как похудели. Марина, если вы напишите сто тысяч раз вопрос, вы точно похудеете, потому что пока вы будете писать, вы не будете есть. Я ответила на ваш вопрос? Переведки очень большая лотерея. Дай бог, чтобы не покалечили. Ой, не говорите. В год кого вы родились? В год дракона. Была красавица, однозначно. 15 июля откроют границу. Да дай бог, чтобы открыли, потому что уже, ну все уже пооткрывались. Ну сколько можно? Все будет так, как должно быть. Просто надо ждать перемен. Извините, я только на вас подписалась. Сколько стоит ваш марафон? Лейла, напишите мне в директ. Я вам все пришлю, расскажу, разжую, все скажу как следует. Кипр нас тоже пока не ждет. Почему это не ждет? Ждут. На Кипре для россиян открыты границы, но там одно условие. Пока россияне входят в группу А, а это значит, что когда ты приезжаешь, ты попадаешь сразу на карантин, в отель на 14 дней, по-моему, или на 15. Но отель ты оплачиваешь сам. Вот 14 дней сидишь в отеле за свой счет. По-моему, 700 евро стоит 14 дней. Когда придет повар с большим пузом, это кто? Это кто это с большим пузом повар? Вареники, напишите рецепт. Вареники, рецепт. Как ваши детки? Мои детки хорошо. Во Владивостоке уже утро. Сделала зарядку, скраб, контрастный душ. Завтракаю печеным яблочком. Наш марафон рулит. Молодец, Улечка. Очень все правильно, хорошо. Водичку-то выпила? Тепленькую выпила? Вы супер, бабушка и мама. Спасибо. Баллон в желудке. Конечно, Марина. Трехлитровый. Трехлитровый баллон в желудке. Подсадка глистов. Нет, не глистов. Скорпионы у меня сидят в пятой точке. Что если сначала полететь в Беларусь и оттуда на Кипр влететь? Так а в Беларуси-то можно? Вы думаете, в Беларусью пустят? Я думаю, что все гораздо сложнее. Если бы это можно было, уже бы все полетели. Всей вашей семье повезло с вами получше. Спасибо, Лен. И вам с мужем очень. Конечно, конечно, я даже не спорю. Вот даже спорить не буду. Однозначно. Обожаю читать отзывы девочек о марафоне. Вы такие умнички. Ирина, спасибо за позитив и за красоту. Спасибо, Полина, большое. Следующий марафон 20 июля. Ну, слава богу, что не очень высокая. Это не очень высокая разве, Оль? Мне кажется, высокая. Таблеточка называется Каптаприл. Мне еще мамочка моя дала. О чем болтаем? Просто посиделки. Просто. Вот вообще просто ни о чем. Просто болтаем. Вы такая уютная, домашняя. Спасибо. У вас баллон желудки. Три. Три. Так, я перелистаю девчонки, потому что опаздываю с ответами. Так что, если кому не ответила, напишите еще раз. У меня 1 ноября день рождения. Вы сегодня такая позитивная, даже с хейтерами не спорите, а угораете на ней. Каптаприл – это уже гипертония. Нет, я прочитала. Я прочитала инструкцию в Яндексе. Короче, написано, что Каптаприл нельзя принимать курсом, но при высоком, ну, однократном повышении давления можно. Почему меня выкинули с чата Телеграм? Девочки, признавайтесь. Лизавета, вы на марафоне сейчас или нет? Спокойной ночи, Танечка. Турция, привет! Мироба! Здравствуйте, Лена Александровна, привет! Каптаприл – скорая помощь. Вот, и я про тоже. Я половиночку дала на всякий случай, потому что все-таки... О, Санёк, привет! Привет, Санюк! Иди ко мне, иди ко мне в эфир, хочешь? 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 Иди ко мне, иди ко мне wolf-п В каком-петербурге, Alto-г … Продолжение следует... 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 ...варикозное расширение вен, вот, поэтому мне делали горячее обертывание на живот и холодное на ноги, классно, кстати, эффект. Вот, Лёва такой славный, Митюня так его любит, очень заметно. Не Митюня, а Кирюша, Кирюша. С днём рождения! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем ДимаTorzok Кристи Кетчуп Немножко горчицы На решётке гриля делайте сосиски и укладывайте прям в эту нишу сосиски туда же потом лист салата, помидорчики, огурчики можно И закрываете второй половиной, и опять на решетку, и все это обжариваете. Боже, это такая вкуснятина. Можно просто разрезать на кусочки и расставать гостям. А можно прям целиком этот бутерброд съесть. Субтитры сделал DimaTorzok Диманами все стали, что никто не хочет свинину. Наташа, привет! Привет! Какой большой бутерброд! Один раз так поесть на весь день. Какой там! Он в жизни не влезет в желудок, такой огромный бутерброд. Это ж с ума сойти можно, такой бутерброд. Какой хорошенький Левочка, спасибо. Нет, мы хотим быть как выстроены. Точно пора спать. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, клематисы пока еще только-только они начинают расти. Я тоже сама жду очень, потому что... Субтитры сделал DimaTorzok 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 это платье обстановка по кайфу мы с тобою танцуем какая же красивая спасибо большое спасибо спасибо у меня у меня я хочу сегодня быть с тобою на волне дай мне только повод только знаки мы наедине а поставьте ноги музыку помедленнее смей украду тебя и души обстановка по кайфу мы с тобою танцуем и а и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Мы вообще лучше. Продолжение следует. Продолжение следует. На него сверху выкладываются помидорки, зелень и все это на листья салата. Очень клево. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Поэтому всем спокойной ночи, всем-всем-всем, пора спать, а то завтра не проснусь на эфир. Если я проспала, значит, я виновата сама. Все, пока!